Накануне мы рассказывали об уникальных исторических находках, которые обнаружились в сквере Константина Иванова в Чебоксарах. Строители начали реконструкцию сквера, не предупредив ученых-историков. В результате часть культурного слоя была нарушена. После вмешательства специалистов по охране культурного наследия и археологов работы были приостановлены. Сегодня на стройплощадке состоялось расширенное совещание с участием представителей Минкультуры, городских властей, Института гуманитарных наук, заказчика и подрядчика. О том, что решили далее. Сквер на Константина Иванова практически единственный доступный для археологов островок исторических Чебоксар, поскольку здесь нет монументальной застройки. С точки зрения науки территория представляет огромный интерес. Центр города, старого города именно, вот западный Ксагор, отсюда он развивался. Тем более городом именно в социально-экономическом понимании смысла, это как раз город-посад. Вот здесь проходила граница, значит там чуть выше была административная часть, крепость, потом был монастырь, духовная жизнь, а здесь начиналась светская жизнь, он такой уголок был. Дворы мещан, купцов, преместников и так далее. Здесь это все проходило. Мы о ней, по сути дела, у нас и толком не знаем. Во время публичных слушаний, на которых обсуждался проект реконструкции сквера, ученые и специалисты по охране культурного наследия неоднократно предупреждали, в исторической зоне все работы должны согласовываться с ними. Уже как бы определена территория вот этого объекта культурного наследия. Границы есть. В этих границах без согласования, ну вот ничего нельзя трогать, ни мощения, ни тем более малой архитектурной формы. И границы уже стоят на кадастре. Я этим лично занималась, территорией вот этого объекта культурного наследия, монументального искусства. Все об этом знают, но почему-то все игнорируют. В результате Лолита Владимировна, казавшись неподалеку, совершенно случайно заглянула на стройплощадку и обнаружила в раскопе, глубиной 2,5 метра, остатки кирпичной кладки бутового камня. Перемешанный вынутый грунт красовался рядом, и в этой горе историки нашли фрагменты керамики, стройматериалов, человеческих останков. Вчера вечером министр предписал предписание о пристановлении всех работ до объяснения обстоятельств по делу. Значит, необходимо, если культурный слой затронут, необходимо археологическое исследование. Значит, подразумевается, либо это наблюдение, либо раскопки. Вот где мы сейчас стоим, вот это первая линия, так называемая, где вырыт котлован, и где обнаружены остатки стены какого-то, видимо, собора или здания, сооружения. Здесь будут происходить археологические охранно-спасательские работы. Здесь все изыматься будет грунт, и будут искать археологи в том числе. В остальных местах планируется провести археологическое наблюдение. Что это значит? То есть, производство возобновится, а археолог будет смотреть, если это будет касаться земляных работ. К сожалению, ущерб уже нанесен. Строители нарушили культурный слой, причем в нескольких местах. В клее, оставшейся после бульдозера, видна кирпичная кладка. Вероятно, здесь тоже располагались какие-то надворные постройки Никольского монастыря. Или нет, сказать теперь сложно. Александр Ипатьев пообещал, что виновных определят и накажут. Мы же со своей стороны поклялись передать чудом уцелевшую аптечную склянку археологам. На донышке, кстати, у нее клеймо «Мариец». Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.